У одного учителя был ученик, и однажды учитель сказал ему, на тебе камень, ты пойди, это продай, продай его, да, сколько продай, ну сколько даду, сколько ты продай, но продавай, но не продай его. Такое странное задание, куда мне надо идти, на рынок, и он пошел на рынок и стоял, купите камень, купите камень, люди подходили, сколько дадите, и люди давали 10 гривен, 20 гривен, и к вечеру один человек 100 гривен дал за камень, за 100 гривен продашь, и этот ученик, не, не продал, карман спрятал, ушел, и к учителю пришел, она, ну как, твой день прошел, очень хорошо, продавал, да. Сколько дали, больше всего, 100 гривен на рынке дали за камень, и продал, не, не продал, молодец, хорошо поступил. На следующий день утром опять он ему говорит, иди в другое место, в торговый центр, там я тебе место уже купил, бухик какой-то, там продавай камень, и он уже в торговый центр пришел, тогда продавал камень там, и люди приходили, сколько стоишь, сколько вы дадите. Целый день продавал, продавал, ему за камень 100 долларов дали. Ну так хочется продать этот камень, за 100 долларов вы продали камень? Просто, мне не продали бы. У меня обычно крышечка есть от чашки, да, тогда я камень покажу, вот это за 100 долларов, если кто-то дает, сразу я бы продал. Но у него в душе что, учитель сказал, не продать. Так хотели за 100 долларов, он спрятал, вернулся, грустный. Что, никто не хотел купить? Не, наоборот, сегодня 100 долларов дали. Ты продал? Не, молодец, хорошо поступил. На следующий день, он опять говорит, сегодня иди в ювелирный магазин продать камень. И он начал ходить по ювелирным магазинам купить. И ювелир смотрел, какой бинокль взял, исследовал. И в комнату позвал, что тысячу дам я тебе долларов. Тысячу продать. Он мне реально не продал за тысячу долларов, очень дешево. Учитель так хвалил его. На следующий день, самый дорогой, элитный, куда простые люди даже не могут зайти, ювелирный магазин до идти. Он туда зашел, ювелир, купите камень, оценивал. 100 тысяч долларов предложил ему. Ему так хочется продать. Он хочет, друзья, понимаете, продать и не вернуться к учителю. Но, друзья, мне нельзя слово учителя выбросить. Я не продал. Спрятал. Со слезами почти вернулся. Учитель, что, не пустили в магазин элитный? Пустили. Сколько предложили? 100 тысяч долларов предложил. Ну, ты продал? Нет. Молодец. Так, учитель рад вас. Поэтому в этой притче мы два момента можем видеть. Первый. В этого человека слово учителя очень драгоценное он поставил. Даже 100 тысяч долларов он не выбросил слово учителя. Он сохранили. Тогда учитель радовался. Второй момент мы можем видеть. Это камень, это Иисуса Христа символизирует. Тогда в нашей душе мы Иисуса Христа, мы во сколько мы оценим. Это особенно служителю очень важно. Знаете, когда в Харьковской области мы проводили форум, когда общались с некоторыми прихожанами, они сказали, а мы сейчас без служителя. А где он? Умер. Нет. Ко меня мы убили? Нет. Где он? В Америку уехал. Не очень странно было. Есть церковь, есть молитвенный дом, немаленький. Но служитель в Америку уехал. Я спросил, почему он уехал? Там лучшее условие жизни было. Предложили ему. Он со всей страны уехал. Поэтому у нас один служитель на 4 центра ездит по району, проведет служение. Не было очень странно. Не было непонятно. Если хотя там лучший уровень жизни, но если мы все уедем с Украины, да? Кто будет здесь в Евангелии проповедовать? Как жизнь на Украине здесь изменится в лучшую сторону? Я спрашиваю, как прихожан, как вы считаете? Она пустила, а уру молчала. Я был в Америке 3 недели. Знаете, я уже хотел домой вернуться. Америка хорошая страна, все там прекрасно, но дома лучше. В общем, там я никого не понимаю. Только через первую очередь мне надо пообщаться. Все дорого тогда. Люди очень толстые, да? Много кушают, да? Еда вся безвкусная. Ну, много интересного, но не очень. Но здесь я могу проповедовать Евангелия. Конечно, я там тоже хотел и молился Богу. И Бог мне дал, представляете? В аэропорту человек, когда я улетал, и я проповедовал ему Евангелия. Прямо в аэропорту, за час до вылета самолета. Это был парень, который ездил туда на заработки и возвращался. Из Копи. Поэтому я смотрел, эти служители, они выбрали лучшие условия жизни. Они оставили церковь, оставили молитвенный дом. У меня даже нет молитвы на дом. Мы только получили землю, мы будем строить. Они туда уехали. Получается, в нашей душе ценность Иисуса Христа, это очень важно. Ценность Слова Бога, которое Бог нам говорит, это самая дорогая ценность должно быть. Никакие деньги. Никакие условия жизни, да? Поэтому этот ученик, да? Он радовал каждый день. Он сам хотя огорчался, но он радовал кого? Учителя. Поэтому мы, теряя какие-то неудобства, страдания или мучения, да, ради Ивангелия, хотя мы огорчаемся иногда, но если Бог радуется, смотря на нас, то, что мы не выбросили Слово, смотря на обстоятельства, то, что мы не последовали за своим желанием, да, Бог радуется, это самое главное. Бог будет благословлять нашу жизнь. Аминь. Для меня лично, не знаю, как для вас, Иисус, Он бесценен. Я не могу ни сто тысяч, ни миллион долларов отселить Его. Потому что однажды Он спас мою душу. Однажды это Слово, которое я прочитал вам, глубоко попало в мою душу. Я освящен через Его жертву. Через Его святую кровь, которая пролилась на кресте. Я освящен навсегда. Это самое драгоценное. Я сам никогда не мог это сделать и достичь. Хотя долгое время я старался. Мартин Людер, то есть, сегодня мы и слушали, он начал реформацию с одного прекрасного слова. Праведный веру в Сюм. В Риме, да, в Италии есть святая лестница, которую однажды мать императора Константина, она перевезла из Иерусалима туда. Эта лестница, она стояла в резиденции Понтии Пилата. По этой лестнице ходил наш Господь Иисус Христос. В день, когда Ему вывезли приговоры. Несколько раз Он туда-сюда ходил. Эту лестницу эта мать привезла в Риме. На этой лестнице люди, я не был там еще, я мечтаю побывать, но я слушал, изучал, они ходят на коленях. Вы были там, ходили в эту лестницу? Потом вместе мы поедем, а мы, там 28 ступенек. Я думал, я могу на коленях, 28 ступенек подниматься. И Мартин Лютер, он поднимался по этим ступенькам. Люди считали, если на коленях 28 ступенек ты поднимешься, это встретишься с Богом. Получишь спасение, получишь праведность. И люди со стыдами до крови, раздирая колени, они поднимались. И Мартин Лютер, он тоже поднимался. И по средней лестнице вдруг это слово попало в его душу. А праведной верой уже будет. Ни делами мы спасемся, ни своими заслугами и стараниями, только верой мы получим спасение. Продолжение следует...